В Самаре завершился 9-й фестиваль басы 21-го века. Всю неделю на сцене театра оперы и балета можно было увидеть лучшие спектакли и услышать лучшие оперные голоса. А на десерт зрителям приготовили гала-концерт. Своей любимой арией исполнил каждый из именитых гостей. Самые популярные или наоборот редкие и сложные арии – гала-концерт – это подарок самарским зрителям. Те, кто не смог послушать все три оперы в рамках фестиваля, сейчас может видеть басов 21-го века на одной сцене. Певец в оперном спектакле ограничен рамками сюжета, он ограничен определенными рамками, он находится в роли. А здесь, когда он будет исполнять произведения разных жанров, то это уже интересно, то есть он себя проявляет в разных жанрах. В этом году фестиваль собрал 8 лучших басов из столичных опер и из-за рубежа. Для многих самарские гастроли в начале зимы уже стали традицией. Это эксклюзивный фестиваль. По-моему, нигде в России больше такого фестиваля не проводится, именно басов. И поэтому, я думаю, что есть много желающих басов принять участие в этом фестивале. Ну, я думаю, что критерий оценки в последнее время высок, поэтому не все могут сюда попасть. Я могу отметить, что оркестр вырос просто на глазах. Я уже здесь, наверное, год, ну, не знаю, десятый, может быть, даже наблюдаю оркестр в течение 10 лет. И чтобы с листа играть такие сложные произведения, это вот приятно. Подарок не только для публики, но и труппы театра оперы и балета. Самарские артисты признаются, такое творческое сотрудничество помогает постоянно повышать уровень выступлений. Да и становиться столицей басового пения, пусть и на одну неделю, приятно. Ася Кондаурова, Михаил Смирнов, Новости губернии.